К другим темам после реконструкции открыли здания вокзала Рязань-2. Аварийную часть демонтировали, на ее место теперь зона отдыха. Территорию вокруг передали в аренду РЖД для благоустройства. Изменилась Рязань-2 и внутри. Оценить новый вокзал приехал губернатор Олег Ковалев. Стеклянный куб, в граних которого отражалось солнце. Задумка советских архитекторов поначалу воспринималась как чудо современного минималистичного дизайна, а затем стала символом ушедшего прошлого. Сегодня эта часть вокзального комплекса снесена. И обновленный Рязань-2 напоминает уже об истории. Здание словно сошло со страниц альбомов тех времен, когда вокзалы были центром каждого города. Во время реконструкции демонтировали аварийную часть, отремонтировали зал и заменили все инженерные сети. И это не последние изменения, уверяют в РЖД. Помимо привокзальных территорий мы еще формируем транспортно-пересадочные узлы, а затем интегрируем транспортные узлы. Территория это первая составляющая того проекта огромного. Когда появится транспортно-пересадочный узел, появятся другие инфраструктурные объекты, которые и украсят сам город, и, наверное, привлекут еще дополнительно пассажиров. Первый шаг сделан. Между дирекцией железнодорожных вокзалов РЖД и администрацией Рязани подписано соглашение. В аренду передали привокзальную площадь. Там организуют полноценную стоянку для транспорта. Еще одна немаловажная тема – собственно перевозки. С этого года компенсировать выпадающие доходы железнодорожников должны регионы. Рязанская область числит тех, кто на 100% субсидирует поездки льготников. Губернатор Олег Ковалев заявил, схему в будущем придется поменять, платить по факту перевозки, но поддержка обязательно будет оказываться. Вот перевез пассажира, счет представил, получил свою компенсацию за этого пассажира. Конечно, мы их будем субсидировать, потому что сегодня, будем говорить так, себестоимость гораздо выше возможности многих наших категорий, наших граждан. Это и пожилые люди, это и студенты, это и школьники и так далее. Значит, это наши люди, мы должны их поддерживать. Теперь пассажир может увидеть на табло не только время отправления рейса, но и то, сколько и каких билетов осталось. Есть и единая навигационная система. Это мелочи, но они делают поездку и подготовку к ней комфортной. Все ли продумано и насколько вокзал Рязань-2 отвечает требованиям времени, решать уже пассажирам. Татьяна Чикина, Валерий Чикин, Вести, Рязань.